всем привет сегодня будет видео долгожданное много просящих об таком датчике как co потенциометр вот он во всей красе многие автолюбители даже не знают что он у них на автомобиле есть и установлен ну надо сказать что этот датчик устанавливался обычно на автомобиле до 2005 года то есть на те автомобили у которых не было лямбда зонда после 2005 года когда пришли другие нормы евро начали ставить катализатор начали ставить лямбда зонт и этот датчик ликвидировали то есть убрали то есть из этого следует что этот датчик это упрощенный лямбда зонт и работу он делает ту же самую что и лямбда зонт представляет он собой обычный потенциометр собственно все датчики на автомобиле практически все потенциометры к нему подходит два провода может подходить три провода на один провод приходит в опорное напряжение 5 вольт я это показывал видео про опорное напряжение именно на этом датчике снимал показания второй провод сигнальный если три провода что соответственно один опорное напряжение 5 вольт второй массовый третий сигнальный канал устанавливается обычно в легко доступном месте частности на автомобиле дэйву на левом крыле возле моторного щита где его легко достать и порегулировать либо может устанавливаться этот датчик на самом эбу зависит от автомобиля датчик этот вроде простенький но способен выпить всю кровь у автолюбителя особенно у тех автолюбителей которые лезут его регулировать бездумно не знаю что он делает и зачем его регулировать ну и часто этим занимается на сервис на тупоголовом тоже могут вам его разрегулировать и вы никогда мотор не настроить если этот датчик отрегулировать неправильно мотор никогда нормально работать не будет с ним будет твориться что угодно он будет глохнуть у него будут повышенные обороты но вы его никогда не настроить даже если вы поменяете все датчики на автомобиле по третьему кругу обычно так оно и происходит ищут ищут ошибку меняет все датчики на автомобиле об этом датчике никто не вспоминает какой-то идиот его просто покрутил кто раньше имел дело с карбюраторами автомобилями и умеет регулировать немножко карбюраторы тому очень несложно будет понять что это за датчик и так возьмем автомобиль с лямбда зондом что делает лямбда зонд он стоит в выхлопной трубе и меряет насколько полностью сгорело топливо цилиндрах если обнаруживает не полностью сгоревшие топливо выхлопных газах то дает сигнал на компьютер на уменьшение топлива то есть лямбда зонд это эколог и такая система у которой есть ламбдазонд называется система с обратной связью то есть есть обратная связь с ламбдазондом на автомобилях у которых нет ламбдазонд вместо него установлен датчик потенциометра такие системы называются системы без обратной связи и работу лямбдазонда выполняет вот этот вот датчик-потенциометр то есть его предназначение такое он выдает на компьютер сигнал который компьютер использует для того чтобы регулировать состав топливно-воздушной смеси с целью такой чтобы получить наиболее оптимальное сгорание смеси то есть наиболее минимальный уровень co в отработанных газах на холостом ходу поэтому он и называется co потенциометр он регулирует co в отработанных газах то есть полноту сгорания смеси точно такая регулировка есть на карбюраторах на карбюраторных автомобилях только там этот винт называется винт качество смеси тоже на холостом ходу вы крутите этот винт и добиваетесь оптимальной работы двигателя то есть наиболее оптимального сгорания смеси если топлива дадите много будет забрасывать свечи сажей то есть смесь переобогащена если топлива дадите мало смесь обедненная мотор не будет работать на холостых датчик этот нужен только для работы на холостом ходу после того как вы нажали педаль газа и открыли дроссельную заслонку компьютер показания этого датчика во внимание не принимает и топливная смесь уже готовится согласно топливной карте по показаниям других датчиков то есть машиносных то есть напомню какие это датчики датчик расхода воздуха датчик абсолютного давления датчик положения дроссельной заслонки co потенциометр дальнейшем уже никакого участия в приготовлении топливной смеси не принимает простому автолюбителю этот датчик регулировать не надо потому что этот датчик регулируется только с помощью газоанализатора по количеству co в выхлопных газах то есть ровно так как и регулируется карбюратор если правильно засовывается в выхлопную трубу газоанализатор и по показаниям co в выхлопных газах регулируется вот этот вот датчик добивается оптимальных показаний по co и когда показания оптимальные значит датчик отрегулирован правильно все на этом оставляет и больше никогда о нем не вспоминает если какой то дурень полезет его регулировать разрегулирует то нормальные работы мотора никогда не получите вы замучаетесь со своим мотором поэтому никого не пускайте к этому датчику обычно показание этого датчика в среднем составляет 2 с половиной вольт но на этом автомобиле он отрегулировал на 2,8 вольта но значит так надо автомобиль работает нормально переходим к основной части видео поучительно начнёт бывает еще такие системы у которых нет у этого датчика это особенно японцы любят такие системы но у них на дроссельной заслонке есть байпасный канал то есть обводной канал и в канале стоит регулировочный винт и этим регулировочным винтом вы можете добавить воздух который пойдет через обводной канал или убавить этот воздух который пойдет через обводной канал регулятор холостого хода на таких системах само собой есть то есть этим винтом в переходном канале регулируется предварительный холостой ход это изменение подачи воздуха видит компьютер который и пропорционально меняет подачу топлива это первый способ регулировки co на двигателе на инжекторном второй способ потенциометром ну а третий способ лям за зонтом и частенько на сервисах которые не могут справиться с системой и нормально наладить холостой ход возникает большой соблазн поправить холостые ходы за счет дроссельной заслонки то есть изменить положение дроссельной заслонки дать на мотор больше воздуха или меньше то есть поменять положение регулировочного упорного болта дроссельной заслонки и таким образом они полностью разрегулируют систему и владелец потом имеет множество проблем как регулировать вот этот вот финт упора дроссельной заслонки я видео выкладывал и меня очень радует тот факт что по тому видео по комментариям судя много автолюбителей свои моторы такие вернули к жизни которые очень долго мучились холостым ходом и после того просмотра видео порегулировали так как я сказал и работа мотора на холостом ходу наладилась плюс мне в карму так вот так как через дроссельную заслонку идет некоторое количество воздуха и этот винт заводской регулировки упора дроссельной заслонки трогать ни в коем случае не надо то пропорционально тому как отрегулирована дроссельная заслонка какая там щель между заслонкой и корпусом дроссельного узла сколько проходит воздуху пропорционально и регулируется показания датчика потенциометра то есть показания датчика потенциометра напрямую очень тесно связано с количеством воздуха который идет через дроссельную заслонку если вы поменяли положение дроссельной заслонки то есть регулировали этот упорный винт то соответственно если правильно вам надо было взять газоанализатор и поправить значение датчика потенциометра потому что если вы этого не сделали воздуха вы допустим добавили при открытии дроссельную заслонку показания датчика потенциометра остались те же смесь у вас получилось бедная двигатель глохнет если же вы наоборот дроссельную заслонку закрыли воздуха меньше показания датчика потенциометра те же смесь богатая двигатель работает работает и вроде как давится то есть забрасывает свечи слишком много топлива поэтому зазор который стоит в дроссельном узле в дроссельной заслонке и регулируется заводским винтом которым трогать не надо и который часто все трогает и потом имеет большие проблемы так вот зазор дроссельной заслонки напрямую влияет на регулировку датчика потенциометра это такая себе неразлучная парочка зазор дроссельной заслонки и показания датчика потенциометра должны соответствовать друг другу потому что только когда они соответствуют и правильно датчик потенциометра отрегулирован согласно положение дроссельной заслонки согласно тому воздуху который идет через дроссельную заслонку и правильно компьютер готовит топливо только тогда мотор нормально работает на холостом ходу если же вы с дуру покрутили или датчик потенциометра не подумавший либо изменили положение дроссельной заслонки не регулировав датчика потенциометра тоже не подумавший вы получите проблемы с холостым ходом в их обязательно получить в их сто процентов получить и вы можете поменять все датчики на автомобиле которые у вас установлены все равно результата у вас никакого не будет потому что разрегулирована система регулировать этот датчик надо только соответственно на горячем моторе на прогретом потому что регулируется холостой ход а он регулируется только на прогретом моторе когда нету уже прогревочного режима регулировать его не надо если он уже был нормально отрегулирован когда-то один раз до того момента пока вы не поменяете зазор в дроссельном узле либо вы не поменяете сам дроссельный узел вот когда вы полезли к дроссельному узлу и что-то там на конопатель вот тогда вам надо регулировать датчик потенциометр и таким образом регулировать оптимальную для сгорания смесь так что если у вас есть проблемы с холостым ходом нерешаемые то обратите внимание вот на этот вот датчик потенциометра если он у вас конечно автомобили установлен мотор прогрет подключил я адаптер и вот сейчас будем менять коррекцию c о на холостом ходу то есть практически делать то же самое если бы мы крутили регулировочный винт на датчике потенциометра объединим смесь убавим немножко видит и сбрасывает обороты вернем на нормальный показатель теперь двигатель работает на нормальных показателях теперь будем добавлять обогащаем смесь начинает понемножку снижать обороты и начинает выхлопные газы вонять дико бензином не сгоревшим вот начались вибрации на двигателе неустойчивая работа снизились холостые обороты он бедный ей работает уже еще дадим ему бензина а а и и и и и и и и и